На чём строится защита? На истине. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Адвокат собирал. Адвокат собирал свидетелей и брал с них признаки. Ваша честь, возражаем. Мы все вместе могли бы отвечать. Почему вы голословите, я не понимаю. Свидетель не сказал, что адвокат собирал. Изменяюсь, Ваша честь. Свидетель ответил, что адвокат собирал. Ну как собирал, просто позвонили, вызвали, все вместе. Несколько раз предупредил данного свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Я считаю, что у данного свидетеля оказывалось давление со стороны защиты. Я хочу выяснить эти вопросы. И вы все равно пошли давать объяснение? Да. Почему? Или зачем? У вас достаточно доброжелательное отношение с Ольгой Владимировной. А знаете ли вы защитника Ольги Владимировны? Да, он прав показания. Он адвокат, подсудимый, в ее защиту. То есть вы встречались один раз, да? Да. Скажите, вы где встречались защитника? Мы на нейтральной территории. Дома встречались у Ольги Владимировны. Дома, у подсудимой? На кухне. Дверь была закрыта. Мы вдвоем были. Я прошу вопросы снять. Свидетель обвинения был повторно опрошен адвокатом после допроса следователем. Я считаю, что на данного свидетеля было оказывано давление. Защитник Чепчево предупреждает об уголовной ответственности данного свидетеля, что законом прямо запрещено. Об обычном рабочем моменте все мы работали. По сути, опрос имеет все признаки допроса. Кстати, Чепчево бывший старший помощник прокурора. Он прекрасно знает это все. Можно усмотреть признаки состава преступления, вмешательства в деятельность следователя. По шести месяцев ареста. Лещинская прокурор тоже была в шоке. Она тоже ничего не знала об этом. Все было в рамках правого поля, все было по закону. Ну, твои проблемы. На чем строится защита? На истине. Продолжение следует...